Выдох животных, правая рука. Переходим на правую ножку взяли и поставили на внутреннюю сторону бедра. Вот вы поймали равновесие. Ногу ставим мягко. И для того, чтобы ваша нога удерживалась там комфортно, вам желательно почувствовать пальчиками ненапряженность внутренней стороны бедра. Тогда ваша нога уходит подошвой в мягкую поверхность. Работать на коврике тяжелее. И есть. Пальцы. Цепляем пальцы. Друг. 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 Соединяем. Держим. И теперь ведём. Сосредотачиваемся в области телечка. И начинаем раскрывать руки. На вдохе. Мягко. Как будто вы цветочек распускаете. А теперь собираем. Введём нижнюю. Вперёд ножку. И опускаем. И опускаем. И теперь снимаем нагрузку с левой ноги. Не глинило ни у кого. На полу жёстком легче стоять. Здесь получается как бы ковровое покрытие и коврик. Поэтому может быть тяжелее. И теперь пробуем сделать аналогично с другой ногой. Это такой минимальный как бы вариант. И теперь мы пристали. Приставим. Переносили вес тела. Нас. Берём ногу. Руга. В сторону. Поставим. Почувствовали. Что нога туда ушла. Поехали. Разошлись. Как будто вазу вот выдержит. Или щит такой греческий. И вот, когда вы ведёте руки вниз, попробуйте включить ощущение, когда руки проходят мимо лба, носа, подбородка, подъеревные пальмы, грудины, ушли в живот, взяли нож, зафиксировали и опустили. Ну, здесь посмотрели. Это вещь, которую, кстати, слышали уже, я, по-моему, и дал вам. Традиционно говорят пять органов чувства, кто-то там шесть, но уже чётко установлено двадцать органов чувства человека. Слышали? Я просто списка этого не видел. Там они вводят один из органов чувства равновесия. Интересно было бы весь список. Чтобы вы относили такое сообщение. Чувство гормонии, чувство локтя. Ну, понятно. Сострадание, сопереживание. Нет, там, я так понял, что именно не психический чувство. Так, отлично. Давайте. Как будто чувствительность поднялась и... Палочки запахли. Палочки запахли? Да. А, ну, видите, аж оттуда чувствуется сразу, да? Въехало, а вот мы включили чувствительность и какие-то молекулы добежали. Теперь, следующий вариант. Снова переносим вес тела на левую ножку. Правая ножка. Берём себе за большой палец ножей. И пробуем подтянуть себя за пяточку. За голеной стол. Вверх. Пробуем отвести колену. Вот ягодичная мышца выключили. И ягодица включается. Медиальная сторона выключается. Вот как она работает. Хорошо. Теперь берём себя за большой палец ноги. Вверх. И уводим руку назад. Вверх. 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 Приготоваем руку. Вверх. Вверх. Воротιн. Вверх. 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 Вдольф. Вверх. Пробуем опять сработать ягодицы. Раз. Два. Пробуем. Берем за большой палец. Отводим левый локом. И теперь мы раздвигаем стенку. Нога уходит. Собрали. Держим. Правая локом трубка. Видел данный кабрет. Тяжело. Немного есть. Поехали. Собрали. Платочка сюда. И уходим вперед. Пол. Руковь вниз. Держим. Держим. И пробуем плечи. Теперь сгибаем ногу в колени. Пробуем постоять на носочке. И опускаемся. Бедро на полу. И ногу вниз. И вот с полу лотосом пробуйте наклониться. Сначала на уровень колен. А теперь чуть-чуть ногу выставили вперед. И пробуем наклониться между стопой и коленом. Поднимаемся. 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 Серега. Опять стопы на ширине плеч и с левой ногой работаем, переносим вес тела, берем ножку. Несколько движений приподняем и ягодицу включили. Мы не только их растягиваем, но включаем функционал силы. По ногам. Взяли этот большой палец и отпустили. Нога ушли назад. На лоб. На лоб. На лоб. На лоб. Выходим. На шаблон. Нога ушли вперед. И опять ягодицы. Берем за большой палец. Берем за большой палец. Нога пошла. Раздвигаем стены. Собрали. Опять. Раз. 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 Вот это вот включение ягодицы может корни изменить или отстроить поход. Раз. Шаг. Раз. 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 Поэтому сегодня на правом углу будем где-то его сделать.